алексей алексеевич это наша рубрика новости в свете писания сегодня мы поговорим о трех темах событиях которые произошли за прошлый месяц и первое это большое землетрясение в сирии и турции на сегодняшний день по моему последние цифры 19 тысяч погибших и что-то около 60 тысяч раненых это большие цифры большая беда и вот я заметила что даже неверующие люди стали писать в различных социальных сетях что это какое-то приближение апокалипсиса конец света вот что вы думаете является ли подобное скопление несчастных вот каких-то случаев бедствий в одном отрезке времени предвестником грядущего конца света я думаю что да но смотря какой смысл мы вкладываем в эти слова когда мы говорим о любых бедствиях которые случаются на земле они конечно же все в той или иной степени указывает на божье наказание на божий гнев на то что жизнь вот такая какая мы какой мы ее видим какой мы ее знаем она не будет продолжаться так вечно с этим же связаны вопросы болезни пандемия которые пару лет назад было вот подобные землетрясения войны они конечно же говорят о том что человечество мир который мы знаем очень хрупкий и все то что есть у людей возможно только по одной причине бог продолжает хранить продолжает проявлять свою благодать продолжает делать возможной нашу жизнь как только господь отнимает свою охраняющую руку в той или иной сфере и мы ведь как все внезапно проваливается самые сильные человеческое достижение самые могущественные средства защиты или лечения или что угодно они оказываются абсолютно бессильными неспособными решать вот такие вопросы глобальных бедствий которые нас постигают о том насколько это указывает о о близости непосредственной близости апокалипсиса нам это трудно сказать потому что если посмотреть в истории подобные катастрофы были и сто лет и тысячи лет и две тысячи лет тому назад когда были глобальные землетрясения которые уносили десятки тысяч жизней все они конечно же указывает на книгу откровений конечно же указывает на те гигантские глобальные события которые произойдут однажды когда концентрация всего этого будет такая максимальная что люди будут написано взывать горы и холмы покройте нас будут искать возможности скрыться от божьего осуждения поэтому единственное что мы можем точно знать мы читаем в словах слова иисуса христа записанные в евангелии от матфея 24 глава это его знаменитая проповедь на елеонской горе иисус христос говорит следующее он говорит также услышать о войнах и военных слухах смотрите не ужасайтесь ибо надлежит всему тому быть но это еще не конец и восстанет народ на народ и царство на царство и будут голод мор то есть болезни разные и землетрясение по местам все же это начало болезней то есть когда мы видим интенсификацию подобных вещей это говорит нам о том что время близко о том что мы сегодня намного ближе к тому чтобы ожидать пришествия иисуса христа кстати не только это мы уже говорили несколько раз наших передачах что вот система тотального контроля за людьми которые сегодня все более и более становится возможно через разные электронные средства через всемирную интернет сеть интернета через на различные камеры которые есть через различные девайсы с указ которых которые у людей вот и мы видим как все это говорит о том что если сто лет назад это было немыслимо и мы думали что чудо какое-то антихрист используя чтобы контролировать людей то сегодня мы видим что это в действительности вполне возможно и сейчас то есть все эти события вместе взяты конечно же говорят о том что мы сегодня намного ближе к пришествии иисуса христа чем были 50 лет назад даже то есть по интенсивности этих бед и мы не можем сказать что сегодня больше чем было раньше катастроф но но в общем мы можем сказать что мы все-таки ближе и вот скоро уже да я я не могу сказать точно когда мы говорим об интенсивности для того чтобы нам быть уже точным в этом в этой сфере лед в этой части нам тогда нужно анализировать интенсивность который была на протяжении истории и возможно так оно и есть что сегодня больше войн и больше землетрясения и больше людей погибают и большую вот этих болезней были тяжелых болезней которые несмотря на достижение науки и медицины они не поддаются лечению и останавливает весь мир как это было с ковидом вот вполне возможно мне нет таких данных чтобы говорить об общей объективной тенденции к тому что интенсивно становится все сильнее и сильнее но ты права каждый раз когда мы видим эти бедствия они указывают нам на то что действительно будет однажды когда иисус христос начнет снимать печати и когда вот весь вот этот гнев божий который сейчас проявляется только немножечко как свидетельство о том что вот это может быть это может происходить и когда он однажды и зальется на землю конечно же для каждого христианина это ярчайшее свидетельство но мы не можем сделать какие-то заключения примерно ну наверное это будет в течение следующих 30 лет при наше жизни не как мы не можем почему потому что христос там же сказал не знаете ни дня ни часа когда это произойдет отец мой небесный только это знает но там же он говорит когда смотрите видите все это сбывающимся знаете что близко предварительно и еще один вопрос по этой новости являются ли подобные бедствия наказания для тех наций которых это постигает бывает вот что-то обрушивается на одну страну и люди думают невольно но наверное бог их покарал за что-то да мы не можем знать конечно же мы точно знаем абсолютно точно знаем что у господа ничего не бывает просто так если что-то происходит в каком-то регионе с какими-то людьми то есть какие-то цели которые господь ставит есть причины серьезные почему именно это происходит именно сейчас происходит ну вот точно какие же цели какие причины мы не можем знать если мы пытаемся давать такие оценки то мы попадаем в ошибку которую совершили на друзья иова когда они пришли и они точно знают им кажется что они точно знают но в действительности бог потом послал их чтобы они просили иова чтобы он за за них помолился потому что он говорил точнее о боге чем они то есть в этих ситуациях нам нужно быть очень и очень осторожными чтобы не день не брать на себя те функции которые принадлежат только богу возможно он кого-то наказывает возможно привлекает внимание возможно он именно таким образом провел черту определить для жизни определенного круга людей ведь жизнь каждого из нас и от начала до конца предопределена богом написано знал дни мои когда и ни одного еще их еще не было то есть в руке божией весь этот план и поэтому он с каждой жизнью абсолютно точен что это говорит относительно нации страны государства но трудно нам сказать спасибо наша вторая новость больше касается сша значит пару недель назад палата представителей сша со счетом 328 на 86 принял резолюцию осуждающую социализм это значит все члены республиканской партии и 109 членов демократической партии проголосовали за эту резолюцию значит они осудили социалистический строй и известных лидеров социализма это ленина сталина и других почему это важно если это важно я думаю что это говорит нам об общих тенденциях которые происходят в обществе наверное к этому нужно добавить еще один процесс или или так динамику определенную который существует сегодня в европе и не только в европе но наиболее продвинутые круги в соединенных штатах сегодня все больше и больше возвращается к идее социализма и и здесь конечно же есть очень важная богословская и духовная составляющая в этих процессах вот чем она заключается люди ищут варианта как мы можем жить так чтобы жизнь была справедливой чтобы она была гармоничной чтобы люди могли трудиться создавая благо чтобы одни люди не жили за счет других чтобы не грабили людей чтобы уважали друг друга вот это примерно та же самая цель которую ставили перед собой коммунисты которые говорили человек человек вдруг товарищ и брат которые говорили от каждому по труду то есть или по способности каждого по потребности то есть вот это вот такая идиллическая картина и люди понимают что мир несправедлив на протяжении истории было много разных вариантов как как люди подходили к решению этих проблем и было много разных экономических и политических систем которые в принципе были построены но то же самое на этой идее как сделать жизнь лучше вот по мере того как человечество развивается вот почему это происходит именно в высших кругах кстати в соединенных штатах это уж не не первый раз это это волна мы видим мы это еще в тридцатые годы прошлого столетия когда в университетах наиболее продвинутые профессора преподаватели они были заражены идеи коммунизма и когда люди в тридцатые годы эмигрировали отсюда из америки в советский союз для того чтобы строить социализм для то чтобы быть частью справедливого общества то есть о чем это говорит с богословской точки зрения но самое первое это то что люди понимают что общество наше больное и нужно искать решение противоречий и когда они ищут решение противоречий им кажется что социализм это наиболее приемлемый формат вот капитализм он построен на идее того что зарабатывая деньги люди создают капитал который делает возможным трудоустройство огромного количества людей а значит и их улучшение их благосостояния а значит и общее улучшение общества лучше живут люди лучше у них так скажем у них запросы будут другие у них образ жизни будет другой они лучше будут становиться вот капитализм построен на идее того что она сама себя балансирует капиталисту невыгодно держать человека слишком надо на голодном пайке то есть он будет плохо работать ему лучше дать ему соответствующая возможность чтоб тот активным был участниками его процесса и создавал его капитал это социализм он подходит к этому вопросу и люди говорят но подожди это же эксплуатация один человек получает огромные деньги а те вот только за свой труд которые они вложили и они говорят нет нет нам нужно взять и перераспределить благо материальные ценности которые производят звучит но не совсем по-библейски не совсем по-библейски она звучит с одной стороны как бы проявляем заботу о людях и в действительности да мы можем увидеть огромное количество напряжение и несправедливости в системе капитализма но когда мы переключаемся на то что производит или что в результате получается когда к социалистической системы ну так скажем утверждается то мы видим что становится еще хуже намного хуже становится почему потому что точно также есть привилегированный класс это было советском союзе очевидно точно так же эксплуатации только намного более намного на более низком уровне намного понижается способность производительности и так далее вот сегодня наверное большинство стран европы они применяют какую-то комбинированную модель по сути дела в чем идея социализма она заключается в том что те кто зарабатывает деньги государство забирает у них большую часть этих денег и распределяет само так как она считает нужно и вот здесь возникает вопрос вот этот механизм распределения он помогает в действительности бедным нуждающимся или наоборот лишает их стимула к развитию и так далее наиболее яркая картина здесь посмотреть то что происходит в калифорнии например там очень либеральное правительство про социалистическое и вот они на протяжении десятилетий у все увеличивает увеличивает сумму денег это миллиарды которые не вкладывают в развитие помощи бедным и она звучит очень хорошо только проблема в том что бедных становится все больше все больше все больше то есть миллиарды вкладываются эти деньги у кого-то забираются а проблема не решается не просто ленятся работать нет стимула для того чтобы для того чтобы человек развивался нет стимула для того чтобы он мог брать ответственность за себя нет стимула к тому чтобы он мог, беря ответственность за себя, вкладывать что-то в общество, растет группа потребителей. И вот здесь, с библейской точки зрения, это неправильно. С одной стороны, Писание говорит о том, что мы должны позаботиться о бедном. С другой стороны, Писание говорит, кто не работает, тот и не ест. Очень ясно Писание говорит. Более того, во многих местах подчеркнуто, что ответственность за себя и свою жизнь – это важнейший элемент справедливости в общей божьей системе. Коммунисты же тоже говорили, кто не работает, тот и не ест. То есть они поощряли как-то работу. Да, но там совершенно другая структура была, и там совершенно другие механизмы. То есть там заставляли людей. Если же мы посмотрим на капиталистическую систему, то она делает так, что тебе выгодно работать. Тебе невыгодно не работать. Тебе выгодно работать. Опять-таки, если подвести итог, то, что мы видим, произошло сейчас в Конгрессе Соединенных Штатов. Почему они посчитали нужным осудить социализм вообще? Для этого есть причины. Дело в том, что пришли республиканцы, большинство республиканцев пришло сейчас. А на стороне демократов там наиболее активные участники демократической партии в Конгрессе – это люди социалистического взгляда. Берни Сандерс, который баллотировался на президенты в прошлом или позапрошлом, значит, в выборах президентских, он открытый социализм. Он даже не член демократической партии, он член, я не помню, пекает точно, он как бы независимо выбран и избран, избрался в Конгресс. И он голосует чаще всего с демократами вместе, но он социалист, он открытый социалист. Плюс там есть еще целый ряд людей, которые наиболее радикальные, наиболее, так скажем, яркие, их всегда цитируют, они всегда выступают. Они всегда очень много шума делают. И я думаю, что когда республиканцы взяли большинство, то они посчитали важным сделать statement, сделать утверждение. Это решение не будет иметь никакой юридической силы. Это больше выражение общего взгляда, общей позиции. И для них, наверное, это было важным для того, чтобы заявить на всю страну, что большинство людей в Конгрессе осуждают социалистические взгляды, и мы не хотим вот такого направления и развития страны. Вот, в принципе, все то, что... Но здесь есть еще одна очень важная деталь, которую важно учитывать для тех, кто наблюдает за происходящим в мире. Смотри, мы наблюдаем постепенное скольжение влево. То есть даже в республиканской партии в Америке мы видим, как ценности все больше и больше уходят от консервативных к более либеральным. Но здесь есть две разных стороны этих ценностей. Есть морально-нравственная сторона, есть экономическая сторона. Так вот, если в моральных вопросах люди уже очень сильно или далеко ушли, например, очень многие республиканцы не против гомосексуальных браков. Многие республиканцы, они умалчивают, когда речь идет об абортах и подобные вещи. Но достаточно прочно они все, и, как мы видим, многие из демократов даже, придерживаются второй стороны консервативных ценностей. Это экономическая сторона. И поэтому мы видим постепенное изменение вообще понятия консервативная политика на Западе, ну и особенно в Соединенных Штатах, когда оно с одной стороны становится все более либеральным, с морально-нравственной точки зрения, а вот со стороны экономики есть еще достаточно много людей, которые придерживаются, ну вот, типично консервативных ценностей, которые, в принципе, говорят о том, что каждый человек должен нести ответственность за себя. Хотя они будут признавать, что да, мы должны бедным помогать, но помогать им так, чтобы стимулировать их к работе, а не наоборот, не плодить эту... Ну, если посмотреть с библейской точки зрения, почему социализм это плохо, если подвести итог? Люди не берут ответственность за свою собственную жизнь. Есть что-то еще? Или вот только вот эта вот экономическая сторона? Ну, когда мы говорим о том, что социализм это плохо, здесь очень важно сделать такую ремарку, что мы, говоря об этом, мы не можем сказать, что капитализм это хорошо. Вот когда мы говорим обо всем этом, мы говорим о том, что здесь на Земле не будет системы, которая бы не содержала в себе противоречий, которые делают гармоничную жизнь людей невозможной. Если мы смотрим на вопрос социализма, то самый большой фактор там даже не в том, что он стимулирует иждивенчество. А самый большой фактор заключается в том, что там происходит принудительное отнятие результатов твоего труда. То есть человек трудится, и его заставляют сверху. Коллективизация пришла, отобрали у кулака, что у него было, и отдали в колхоз. То есть вот этот принудительный аспект, во-первых, это нечестно, потому что это тебе не принадлежит. И государству не принадлежит, во-первых. Во-вторых, он очень часто связан с определенными формами насилия. То есть когда... Они разные формы бывают. Одно дело, когда мы стимулируем людей, и мы говорим о том, что ты заработал много, дал Бог тебе много, отдай, пожертвуй. И вот куда ты можешь пожертвовать. И мы видим, что в действительности известные филантропы – это все люди состоятельные. Тот же Нобель, Нобелевская премия – это люди, которые заработали очень много, и они вложили эти деньги так, что они стимулируют развитие науки, каких-то процессов миротворчества, процессов в литературе и так далее. То есть когда мы смотрим на это добровольное дело, а вот когда заставляют это делать, вот здесь возникает моральное напряжение. Ну и в общем государство становится более авторитарным, потому что начинает контролировать экономическую сферу. Оно не только экономическую сферу, оно начинает... Оно предъявляет претензию на то, что оно знает, что тебе нужно. В Советском Союзе государство решало, какие фасоны платьев жить. То есть вот это, конечно же, в максимальной степени усиливает роль государства в жизни каждого конкретного человека. И это не библейский принцип? И это не библейский принцип. То есть когда мы смотрим на... Ну здесь опять-таки нужно знать, что мы никогда не найдем идеальной модели. Ну допустим, вот мы живем здесь в Америке. Если отмотать 50 лет тому назад, ты мог взять и построить что хочешь на своем участке. Что хочешь и как хочешь. Сейчас для того, чтобы тебе построить что-то, ты должен согласовать свой план с районом, в котором ты живешь. Там есть администрация, которая занимается этим. То есть ты уже как бы... Они уже вмешиваются в твое жизнь. Это плохо? И вот здесь нужно смотреть, плохо это или хорошо. Здесь они говорят, что мы, пожалуйста, строй что хочешь. Но вот на этой улице дома все будут примерно вот такого размера. Потому что если здесь один поставит девятиэтажку, а другой халабуду, то это не будет эстетически смотреться красиво. И поэтому они регулируют твою жизнь. Или дальше тебя обязывают, если ты строишь дом больше, чем определенная площадь, то тебе нужно особую систему пожаротушения аварийную провести у тебя дома. Окей, это дополнительные расходы. Это... И здесь вопрос... Да, я и так бы прожил. Но они исходят из того, что из статистики, что такие дома быстрее горят. И для того, чтобы меньше людей погибало, нужно обязательно обязать каждого гражданина. То есть вот здесь, чем больше вот этих регуляций, или, так скажем, регулирования, государственного регулирования, тем менее свободная жизнь человека. Идеального варианта мы не найдем, чтобы человек жил и так, что он делает абсолютно что хочет. Но даже, смотри, мы не делаем, что хотим на дорогах. Ты едешь только по правой стороне. Даже если тебе сильно хочется ехать по левой. То есть твоя свобода тоже ограничена. То есть в любом случае общество накладывает свои ограничения. Чем дальше мы движемся к социализму, тем больше этих ограничений, тем больше государство вмешивается в личную жизнь каждого человека. Почему это плохо? Это плохо, потому что чем больше этого вмешательства, тем больше будет форм, тем больше подавляется личность, тем больше подавляется свобода, тем больше государство берет на себя функции, которые принадлежат каждому конкретному человеку. То есть человек ответственный за свою жизнь, за свои решения и так далее. То есть когда-то они перейдут эту черту, которая должна принадлежать только человеку и начнут контролировать веру твою в Бога, еще что-то. И тогда это противоречит христианским принципам. Ну смотри, это не только веру. Вера – это, конечно, очень яркие вещи. Смотри, государство берет все больше и больше функций, они говорят, вот в школах только какую программу нужно преподавать. И значит, они берут идеологию в свои руки. А это значит, что там кто-то решил за тебя, что правильно, что неправильно. Они воспитывают твоих детей или они воспитывают целое поколение в твоей стране. И вот хорошо, что в Америке есть право домашнего обучения. То есть есть люди, которые, и, кстати, не только христиане, многие люди, миллионы, миллионы людей, семей воспитывают детей на домашнем обучении. Именно по этой причине. Кстати, в Европе, насколько я знаю, во многих странах отсутствует такое право. И это говорит о том, что там социализма намного больше. И опять-таки я хочу сделать это очень ясным. Мы не можем сказать, что вот эта доза социализма уже греховна. Мы просто говорим, что чем больше туда, тем больше мы отдаем государству прав и возможности управлять нашей жизнью. Спасибо. Не могу не задать вопрос по поводу истории в деянии. Многие, говоря в защиту социализма, приводят пример практики Первой Церкви, когда у них все было общее. Люди все приносили и разделяли. Кто-то апостола добрали и разделяли всем по потребностям. И говорят, что это хорошо. Является ли эта история позитивной оценкой социализма? Можем ли мы так смотреть? Это не социализм, это точно. Почему не социализм? Потому что эти люди добровольно приносили, добровольно отдавали. Было какое-то давление общества, что вот все несут и я должен... Ну, не написано о давлении общества. Написано, что это было под влиянием Духа Святого. А те, которые делали под давлением Анании и Сапфиры, были наказаны очень жестко. Это не социализм. Социализм отбирает. Это насильно отбирают. А это люди добровольно несли. Это первая сторона. Вторая сторона. Смотри, уже в шестой главе Деяния Апостола мы видим, как в этой структуре возникают проблемы. То есть, как только ты имеешь что-то общее, куда все люди вкладывают, сразу же возникает вопрос о справедливости дистрибьюции или распределении. Окей, а когда ты говоришь о распределении, о справедливости распределения, то эти люди считают, что нужно так, а вот эти считают, что нужно так. И здесь, и чем больше вот этих общих фондов, в которых интересы многих людей, тем больше потенциальных претензий. Я думаю, что одна из причин, почему мы этого не видим нигде, ни в какой другой церкви, кроме Иерусалимской, как раз в том и заключается, что это не является предписанием. Это описание того, насколько высоким был дух общности в Духе Святом для людей, которые были вот тогда в основании Церкви Иисуса Христа в Иерусалиме. И потом, получается, этот эксперимент даже не сработал, да, что были проблемы. И последнее, о чем мы поговорим, это, конечно же, мы не можем не коснуться темы войны, которая продолжается в Украине. И после записи нашего последнего выпуска данного формата к нам поступило несколько очень интересных, похожих вопросов по поводу нашей оценки здесь всех этих событий. И звучат они примерно вот таким образом. Если вы верите в суверенность Бога, а мы верим в суверенность Бога, и в то, что Он допускает все для своей цели, то как мы можем открыто осуждать нападение России на Украину? Если Бог допустил что-то, кто мы такие, чтобы осуждать это допущение? Пусть вот Бог творит свою волю, как Он творит. Могут ли христиане осуждать войну в Украине? Не является ли это противостоянием Божьей суверенности? Я думаю, что когда мы касаемся вопросов суверенности, то здесь нужно быть очень осторожным, чтобы не путать две совершенно разных вещи. Вот смотри, суверенный Бог разрешает, чтобы пришли Севеи, кажется, или какие-то люди, которые жили где-то недалеко от Иова, пришли и разграбили его всю усадьбу, и весь его бизнес забрали, и стада, и все посевы. Вот пришли, и они это сделали. Это Бог разрешил сделать. Но когда ты посмотришь вот с морально-нравственной точки зрения, с того, что Библия говорит, Библия говорит, ни твое не бери, не кради, не пожелай того, что тебе не принадлежит. То есть когда мы говорим о том, что да, это Бог допустил, это точно Бог допустил. Да, и раз Бог допустил, значит, у Бога есть какая-то цель. Но те люди, которые пришли и ограбили, эти люди поступают против Божьего нравственного закона. И мы видим это в ряде ситуаций, которые происходили с израильским народом. Значит, Бог разрешает вавилонскому царю прийти и разрушить Иерусалим, убить там многих людей, взять в плен молодых, увезти туда, в вавилонский плен. И когда мы смотрим на весь этот процесс, и мы видим, там точно написано, там не нужно было гадать. Вот здесь мы не знаем, у нас нет этой информации. А там точно написано, Бог через пророков предупреждает, грядет на тебя суд, Израиль. Придут на тебя люди, которые будут говорить на другом языке. Они потопчут твои посевы, они уведут твоих молодых людей в плен. То есть Бог предупреждает, столетиями, кстати, долго предупреждает Израиль, но потом, когда вавилонский царь приходит и делает это, мы видим, как Бог наказывает вавилонян за их жестокость. И здесь многие люди, они как бы, ну ведь это ж вавилон был божьим инструментом для наказания Израиля, это точно. Это точно, он был божьим инструментом для наказания Израиля. Но это не оправдывает то, что вавилоняне делали зло. То есть нам нужно смотреть на эти вопросы так. Люди кипят в своем зле, их злые сердца, они готовы делать какое-то зло. Бог удерживает. И в какой-то ситуации он приоткрывает заслонку. И эти люди делают, он позволяет кому-то сделать зло. Но это совершенно не говорит о том, что он автор этого зла, или он как-то одобряет это зло, или он как-то оправдывает это зло. Поэтому, глядя на вот эти события, которые происходят, я еще раз хочу сказать, что смотри, нам ни в коем случае нельзя не позволить того, чтобы мы втянулись в политическое противостояние. Почему это опасно? По простой причине. Потому что какой бы хорошей страна ни была, какой бы правильной, какой бы там самой лучшей идеологии, направлении на развитие и так далее, все равно любая земная страна рано или поздно закончит свое существование. Господь не устанавливал на земле каких-то земных царств, кроме царства Иисуса Христа, которое будет в тысячелетнем царстве установлено. Все остальные приходят и уходят. И поэтому нам ни в коем случае нельзя связать свою жизнь с тем, чтобы мы утверждаем украинское государство или российское государство или еще какие-то там Америку или какую-то другую страну. Вот это миссия моей жизни, утвердить мою страну. Библия не говорит об этом. Очень ясно, очень конкретно. Потому что Христос говорит, царство мы не от мира сего. Павел говорит, наше же жительство на небесах. Все это очень ясно, конкретно. Но когда люди делают зло, мы не можем не сказать, что это не зло. Мы не можем зло назвать добро. То есть мы понимаем, что наша цель спасение душ, созидание царствия Божьего. Но когда люди творят зло, мы не можем сказать, что это добро. потому что Господь это позволил, Господь это допустил. И вот эти две вещи очень важно помнить. Я думаю, что многие люди, которые... Я понимаю, я понимаю, это слишком сложный вопрос. Поэтому я вполне нормально отношусь ко всему тому, что пишут. И с одной стороны, и с другой стороны. Я понимаю, почему пишут. Эмоции зашкаливают. Я думаю, что нужно время, чтобы оно все встало на место, и христиане рассмотрелись, и увидели все с правильной перспективой, и успокоились, и могли ясно понимать, что да, Господь допускает. Но когда делается зло, мы, как христиане, никак не можем его оправдывать. Мы должны ясно говорить, что это в действительности зло. Еще говорят, не судите, да не судим вы будете. Вот если вы осуждаете то, что Россия творит в Украине, значит, вы судите, значит, Бог вас тоже будет судить. Нет, когда мы говорим о том, что не судите, да не судим вы будете, нам нужно очень ясно понимать, о чем же там идет речь. Когда мы говорим о том суде, о котором предупреждает нас апостол Павел и Христос в 7 главе, он говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не видишь. Он говорит о ясном состоянии, когда люди забывают о своей собственной ограниченности, о своих собственных грехах, о своих несовершенствах. И они начинают выступать в роли, ну, так скажем, небесного судьи, в роли абсолютного арбитра. Вот в этом отношении, да, Иисус Христос говорит, и апостол Павел говорит, но вместе с тем, Священное Писание говорит очень много, и очень конкретно, что верующие люди, они должны понимать, где добро, где зло. И они должны различать добро и зло. И они должны ясно называть зло злом, а добро добром. Посмотри в книге пророка Исаии, пятая глава, Исаия говорит, в этом беда народа, в этом беда вообще, бедствие народа Божьего, когда зло стали называть добром, а добро стали называть злом. В этом-то и одно из, и есть одно из преимуществ христиан, потому что мы имеем ум Христов, что это значит, у нас есть доступ к Его Слову, мы можем видеть жизнь с Его точки зрения, и мы можем ясно, убежденно говорить, это плохо. Мы, конечно же, любим врагов. Что это значит? Даже тех людей, которых мы говорим, вы совершаете зло, мы ищем их спасение. Мы ищем, чтобы Господь открыл им глаза. Мы не становимся в позицию судьи и в том, что мы лучше их или мы правильнее их. Мы-то ясно понимаем, что мы-то сами спасены по Божьей благодати. И вот эту динамику очень важно помнить. Да, это очень важно. Наверное, мы еще не раз будем об этом говорить. Спасибо большое. На сегодня наш выпуск окончен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...